Сегодня мы будем говорить о тех вопросах, которые возникают у вас, проснувшись и посмотрев на себя в зеркало. Что с этим делать? И начнем мы разговор с ухода. Уход – это шампунь и кондиционер. Шампуни все делятся на профессиональные и непрофессиональные. Профессиональные шампуни – это те шампуни, которые, как правило, вы видите в магазинах для парикмахеров. А непрофессиональные шампуни – это шампуни, которые продаются в магазинах масс-маркет. Те шампуни профессиональные, они, как правило, делаются на заводах производителей, которые находятся в той стране, где фирма была основана. То есть это либо Германия, либо Англия, Штаты. И, как вы понимаете, контроль качества аналогичный, либо европейский, либо западный. Все шампуни масс-маркета, они производятся, как правило, на территории России. Все крупные заводы, будь то это Procter & Gamble или Henkel, они имеют представительство на территории России. Качество продукции значительно ухудшается. Второй момент – это состав. В шампунях масс-маркета используются сульфаты, парабены, нефтепродукты. Вся вот эта таблица Менделеева, она для волос, для кожи, ну и для здоровья человека, ну и ничего хорошего не несет. Профессиональные шампуни, в свою очередь, как раз наоборот, не содержат сульфатов, имеют силиконы хорошего качества, ну и тем самым положительно и благотворно влияют на структуру волоса, на саму кожу. И для того, чтобы выбрать профессиональный шампунь, какой именно подходит вам, проще всего, конечно же, обратиться к специалисту. Это либо ваш парикмахер-стилист. Важно ходить к одному мастеру, потому что именно он должен следить за состоянием волос и в нужный момент маякнуть, либо сказать, что стоит поменять шампунь с одного на другой, либо направить к специалисту, ну, более узкого направления, такому, как врач-трихолог, который непосредственно занимается кожей головы и волосами. Шампуни, которые продаются в масс-маркете, очень хорошие маркетинговые ходы в 3 в 1, что, в принципе, не может, ну, не может происходить. Почему? Потому что все выполнены из уроков химии 6 класса, что есть кислая среда и щелочная. И здесь шампунь обладает кислой, а бальзам щелочной. И, находясь в одном флаконе, они превращаются в воду. Одна выполняет функцию того, что вычищает этот шампунь, а кондиционер что делает? Среда у него кислая, и он, в шампуне, они, как правило, там чешуйки раскрыты, они более жесткие, более-таки непослушные. Кондиционер чешуйки закрывает, и волос становится более эластичным, более мягким. Нужен он не всем, либо для обладателей длинных волос, кому нужно их прочесать, либо волос очень таких жестких. Если пользоваться шампунем непрофессиональным продолжительное время, содержащие в ней и нефтепродукты, они обволакивают кожу головы воздухонепроницаемой пленкой. И получается так, что волос перестает дышать, и кожа головы. И происходит то, что волос просто начинает покидать своего хозяина. Чем укладывать волосы? Гель для волос. Он, как правило, служит для создания мокрого эффекта. Он хорош в основном для кучерявых волос, волос торчащих, игольчатых, которые свойственны больше азиатскому типу внешности. Следующий продукт – это воск. Он, в отличие от геля, более жирный. И он служит для того, чтобы, когда утром, допустим, вы помыли голову, когда высушили, появляется такое большое, большое, как сказать, одуван, либо облако, воск действительно уберет пушистость и сделает волосы более рыхлыми или более, ну, более, как сказать, прорисованные. Следующий продукт – это глина. И ее отличие в том, что она одна из немногих, которая имеет матовый эффект. Глина превращает волосы в своего рода, как в пластилин. И это один из, опять же, немногих продуктов, нанеся которые вы можете в течение дня прическу моделировать, либо как-то видоизменять, то есть, когда нужна какая-то безумная прическа. И глина тоже позволяет очень хорошо взрыхлить, поднять, направить волосы в любом направлении, как вам захочется или как нужно. И последний специфический продукт – это бриолин. Он пришел к нам из 20-х годов. И вы могли его наблюдать, смотря фильмы той эпохи, либо о той эпохе, например, «Великий Гэтсби». По своей консистенции бриолин, он очень близок к гелю. Но разница в чем? Что когда вы наносите гель, волосы через какое-то время застывают. У бриолина также делает мокрый эффект, но волосы не застывают и не становятся каменными. То есть, на любом этапе вы бриолин можете дочесать, доуложить или как-то переоформить. Говоря об уходе, подведем итог. Первое – это поддерживать стрижку, ее аккуратность, длину раз в месяц. Второе – мыть волосы правильным профессиональным шампунем, подходящим именно для вас каждый день. Третье – обязательно сушить волосы феном, придавая им нужное направление и объем для укладки. И четвертое – выбрав для себя нужный стайлинг-продукт для нужного эффекта, завершать им укладку волос. И главный секрет – мужская укладка должна быть естественной и ненавязчивой. И о ней должны знать только вы. Именно он дает такой эффект, придавая прическе более дерзкий, наглый вид. Привет, Бибигер! Вот, наконец-то, тот момент, когда мы, оба основателя канала, здесь вместе. Мне кажется, надо сегодня разобраться с прическами нашими, да? Пойдем к Андрею? Идем к Андрею. Сегодня мы с тобой разберем 4 шага, как в твоей голове внутри возникают эмоции.